Главная тема прошедшей недели – празднование Дня Победы и акция по высадке деревьев «Лес Победы». Глава района и руководители районной администрации поблагодарили всех за профессиональную организацию и активное участие в этих важнейших событиях. День Победы отметили в каждом поселении нашего района массовыми мероприятиями, концертами и всевозможными акциями. Важной составляющей всех прошедших мероприятий является организация участия в ней большого количества детей, подростков и молодежи. Не только в качестве зрителей и участников художественной самодеятельности, но и в качестве волонтеров и помощников. Наиболее крупная и значимая программа с массовым пребыванием людей, более 8,5 тысяч человек, прошла в центре Воскресенском. На высоком уровне были проведены митинг на площади Ленина, шествия бессмертной по улице Октябрьской. Виталий Чехов особо отметил открытие в микрорайоне фетровой фабрики нового мемориала. Идея хорошая, идея реализована и нам остается только, как говорится, донавести лоск, привести, довести вот это место вокруг этого мемориала до необходимого уровня. Ну а так вы все видите и тут, я думаю, что лишних слов говорить не надо. Особые слова благодарности были выражены правоохранителям, которые не допустили никаких серьезных инцидентов во время празднования. Еще одна традиционная акция, приуроченная к празднованию Дню Победы – «Посади лес Победы». Было выделено 25 площадок наземных населенных пунктов. В акции «Лес Победы» в населенных пунктах было высажено более 4 тысяч саженцев, клёна, каштана, ябра и гива, рябина и других видов деревьев. На площади более 6 гектаров. В акции на территории поселения приняло участие более 2,5 тысяч человек. Всего было высажено более 10 тысяч саженцев. Подробнее об этом не менее важном событии вы узнаете из нашего следующего сюжета. Традиционно прошли доклады о работе по обращениям граждан по линии портала «Добродел». А с 15 мая в Московской области с обращениями граждан начнут работать по-новому в рамках проекта правительства Московской области «Единый центр управления регионом». Основным назначением данной информационной системы будет сбор, обработка всех сообщений от жителей Московской области, поступающих в центральные исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Московской области по любым доступным каналам. Обращения в «Добродел», в соцсетях, электронная почта, письма, телефонные звонки, личный прием. Система будет внедряться в два этапа. Это позволит ускорить получение гражданами ответа и решение проблем. Начальник штаба Управления МВД России по Воскресенскому району доложил, что за прошедшую неделю было зарегистрировано 11 преступлений, 5 из которых раскрыто. Из числа зарегистрированных 9 – это кражи, из которых 3 раскрыто. Одно преступление, связанное со сбытом наркотиков, лицо к которому было установлено. К административной ответственности привлечено 549 правонарушителей, в том числе 121 за появление в общественном месте в нетрезвом виде. На иностранных граждан за нарушение режима пребывания составлено 6 административных протоколов. За нарушение правил дорожного движения привлечено 333 водителя, в том числе 19 в нетрезвом виде. Совершено одно ДТП, в котором пострадало 2 человека. Непростая ситуация складывается с пожароопасной обстановкой. За прошлую неделю произошло 5 пожаров. 11 числа улица Навлянская, загорание в квартире. К сожалению, там пострадала женщина 39-го года рождения. 13 числа также в деревне Цыгина улица Центральная, загорание дома. Также у нас пострадавший 74-го года рождения мужчин. Также за прошедшую неделю у нас пожарное подразделение 38 раз выезжали на тушение травы. То есть трава у нас продолжает сжигаться. И произошло вследствие этого 3 лесных пожара. На общей площади 7 гектар. Тут сейчас говорили, что на 13 гектарах посадили лес. Вот на 7 гектарах лес повредили. И все это несмотря на патрули в лесных зонах. Ситуацию оценят самым серьезным образом и примут исчерпывающие совместные меры. Денис Нитко, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.